Всем добрый день! Сегодня у нас вторая часть курса «Обывание Гончарове», и мы поговорим о плагиате. Но сразу скажу, что Гончаров сам по себе не украинчиво не крал. Ну, условно говоря, не крал, потому что в процессе нашего разговора мы увидим, что невозможно написать что-то новое, совершенно новое, никак не опираясь на предыдущий опыт литературы всех веков и мировых писателей всего мира. Начнём мы с истории. Сейчас я разделю экран, буду показывать вам картинки. Начнём мы с истории, как поссорились Иван Александрович и Иван Сергеевич. Иван Александрович Гончаров и Иван Сергеевич Тургенев. Что же там у них произошло? Я вчера рассказывала, что Гончаров работал над своими романами довольно подолгу. Над Абломовым он работал 12 лет, над Абремовым работал все 20. И зная его вот эту скорость, которая была обусловлена, во-первых, тем, что он писал очень объёмные романы, и ему нужно было тщательно их прорабатывать, он не мог поскорее-поскорее написать, сдать и в сторону, и к следующему приступать. Нет, ему нужно было тщательно всё проработать, увязать всё то, что он задумал, то, что затеял, и уже готовый, качественный продукт он готов был выпускать. Знали все современники его такую манеру, поэтому, может быть, и поэтому тоже его идеями действительно воспользовались. Как это всё происходило? В 1955 году, когда Гончаров вернулся из поездки на фрегате Паллада, он встречается с Тургеневым, он с ним уже был до этого знаком, встречается с ним в присутствии другого литературного деятеля, критика Дудышкина, он ему пересказывает его замысел, свой замысел, романа «Обрыв». Тогда роман назывался «Художник», и главным героем там был человек, который занимается художественными предприятиями, то есть он пробует себя как художник, пробует себя как скульптор, потом, в конце концов, как писатель. Но именно вот эта натура художника была во главе замысла Ивана Гончарова. На тот момент он работал над романом «Обломов» и готовил к выпуску свой травелок «Фрегат Паллада». И вот этот замысел, который у него готовился уже к тому времени несколько лет, он Тургеневу пересказывает. И Тургенев по отзыву Гончарова, он прямо-таки ухом, губам прильнул и внимательно слушал, что он говорит, потому что затея действительно была интересная. И вот он все это выслушивает, отправляется в Освояси. И в 1958 году, то есть прошло три года всего лишь, а Тургенев продолжает с ним общаться, с Гончаровым, они встречаются, они что-то обсуждают. Гончаров знает, что Тургенев пишет свой очередной роман. И вот, значит, Тургенев зовет всех на ужин, а Гончарова по какой-то причине не зовет. И Гончаров знает, что тот должен после ужина читать свой новый роман. И тот приходит запросто, не на сам ужин, а вот чуть позже, чтобы послушать, что там Тургенев будет читать. И Тургенев смущен, и все присутствующие, как только увидели Гончарова, закричали, Иван Александрович, почему же вы не пришли на ужин, мы тут все ужинали, а вас не было. А тот говорит, я не пришел, потому что меня не приглашали. На что Тургенев отозвался, ну как же, как же я вас приглашал, и как-то замолчал, стушевался. Начинает Тургенев читать свой роман «Дворянское гнездо». И Гончаров понимает, что идеи этого романа взяты из его замысла про роман о художнике, из романа «Обрыв будущего». Он ничего не говорит Тургеневу, когда все расходятся, только тогда он подходит и говорит, ну вы же понимаете, что вы у меня взяли мои идеи. Тут как? Нет, не может быть, я брошу в печку. Тут нет, ничего не бросайте, я вам это дарю, я сам еще другое себе придумаю. Такой вроде бы жест, но обеда не отпустила. Тургенев издает этот роман, и Гончаров понимает, что если он теперь продолжит работу над обрывом, над романом о художнике, и он выйдет позже, то получится так, как будто бы он у Тургенева взял эту идею. Он это понимает, он понимает, что этот замысел настолько у него глобален, что он не готов так просто его отбросить, ему надо продолжать эту тему разрабатывать, потому что Тургенев, на его взгляд, он обошелся с идеей, с этой не очень тщательной, что он ее не проработал, не разработал, не показал, как это следовало бы показать. И он, значит, пытается как-то Тургенева призвать к порядку. Более того, дальше же у Тургенева выходят следующие романы. Роман «Накануне», где речь идет о таком революционере, о нигилисте Инсарове, и о его возлюбленной девушке, с которой они уезжают на Кавказ, по-моему, они бегут. А по первоначальной задумке Гочарова у него Вера, его главная героиня, и вот этот нигилист Волохов бегут в Сибирь, то есть его ссылают в Сибирь, и она за ним, как жена декабриста, едет. В этом Гочаров, естественно, видит сходство со своей задумкой, о которой знал Тургенев, и говорит, так, значит, вы взяли не просто мою идею, а вы ее растеребили на несколько маленьких идеечек, и из каждой этой маленькой идеечки делаете теперь по роману. Нет, ну что вы, надо сказать, что Тургенев, когда Гочаров его уличил вот в этом плагиате, по поводу дворянского гнезда, он изъял ряд глав из своего романа. Таким образом он созвался, что да, действительно, он воспользовался идеями Гочарова. Потом же он отпирался. Нет, я ничего не использовал, это все было мое, или там витало в воздухе, и каждый мог бы воспользоваться этим. Что ж, одному вам, что ли, писать про дворянское поместье, про то, как там живет захудалый род, как там затухает жизнь, про то, что там все эти поколения обновляются. Нет. Но дальше больше. Дальше выходят романы «Отцы и дети» про отношения, опять же, нигилиста и непонимание поколений. Дальше что-то еще выходит у Тургенева. И Гончаров говорит, так, дорогой мой Иван Сергеевич, мне все это надоело. И как я могу быть уверен, что у вас не возникнет идея, что-нибудь еще там мое стащить. Вот как я теперь могу издать свой роман «Обрыв», когда вы из него надергали романом, и теперь получится, что я вот все ваше собрал и в своем романе издал. Тургенев там как-то защищается, отпирается. Надо сказать, что тут была благодатная почва для скандала между ними, потому что Тургенев был такой малоприятный, как выясняется, человек в отношениях, потому что он успел поссориться за свою жизнь с каким-то огромным количеством литераторов, и с Толстым у него был конфликт, и с Некрасовым был конфликт, и с Добролюбовым. В общем, полно всего. И тут вот, пожалуйста, вам с Гончарова. И очень показательно, как ведет себя при этом публика их окружающая. То есть они, ну вроде бы как-то, кто-то их призывает, что да помиритесь, да успокойтесь, а кто-то, наоборот, этот скандал подзуживает и раздувает. Они Гончарову говорят, а вы знаете, что Иван Сергеевич там что-то новенькое пишет, он, наверное, у вас там что-нибудь. Гончаров, естественно, на это все реагирует очень эмоционально. Они Тургеневу чего-то там, а вот Гончаров там на вас обижается, там еще что-то. Был случай, когда как раз у Тургенева вышел роман накануне, и Гончаров на улице встречается с тем самым критиком Дудышкиным. И Дудышкин говорит, я иду к Гончарову. А что там? А там, значит, мы сейчас будем отмечать его выход романа накануне. Гончаров говорит, а, на мои деньги пировать будете. Ну, Дудышкин захикал и говорит, я передам ваши слова Ивану Сергеевичу. Гончаров говорит, сделайте одолжение. И Дудышкин идет и передает Тургеневу то, что про него сказал Гончаров. Естественно, Тургенев вне себя, он присылает Гончарову записку с требованием объясниться. Гончаров вызывает к себе Дудышкина и говорит, ну вы в своем уме, зачем вы ему это передали? Как? Ну, вы же сказали. Но у вас вообще голова есть на плечах. Зачем такие слова передавать? Вы же знаете, в каких я с ним отношениях? И еще вот такое говорите. В общем, конфликт разнулся не на шутку и дошло до Третьейского суда. Гончаров и Тургенев пригласили к себе литераторов с тем, чтобы они их рассудили. Каждая сторона должна была доказать какую-то индивидуальность разработки их материалов и убедить в этом судей. Присутствовал, собственно, Дудышкин, который был свидетелем их первоначального разговора, когда Гончаров делился своими планами с Тургеневым. И еще несколько лиц. После, через много лет, Гончаров пишет по этому поводу такое открытое письмо, которое называется «Необыкновенная история». Помните, у него первый роман называется «Обыкновенная история», а тут он пишет «Необыкновенная история». И пишет вот о всей вот этой ситуации, которая происходила вокруг скандала. И про этот Третьейский суд он вспоминает так, что на самом этом суде я понял, какая это низкая штука, и как вот это сложно сейчас будет доказывать, и как это мелочно я сейчас буду пытаться призвать Тургенева к ответу. И я подумал, что вот этих людей мы привлекли напрасно, зачем вот им во всем этом путешествовать. И, короче говоря, выступление его было такое смазанное. И остальные рассудили, что, значит, Гончаров понял, что он не прав. Надо так и рассудить. И так и рассудили, что никакого рабства не было, плагиата не было, что все они разработали самостоятельные вещи. И тут, казалось бы, помириться им, разойтись. И Тургенев встает в хозу и говорит очень громкую францию. «Прощайте, Иван Александрович, мы увидимся с вами в последний раз». Ну, такая пощечина, надо сказать, была дана Гончарову. В этой истории, смотрите, тут важный момент. Что за идея была разработана? Идея такая. Ну, у Гончарова в романе «Обрыв» приезжает молодой человек, в Борисрайске и в село, и встречает там своих кузин, которых он видел когда-то, когда-то в детстве. То есть две сестры. У сестры, у сестер опекунша бабушка. И вот с ними там развиваются отношения. Там он в одну сначала влюбляется, в другую влюбляется. Там они письмами переписываются. У Тургенева в дворянском гнезде тоже приезжает молодой человек в деревню. Встречает там двух сестер. У них опекунша не бабушка, а тетушка. И вот там, значит, с одной она ему симпатична, другая симпатична. Переписка. Очень схожа, да? Но сейчас я чуть вперед забегу. Если мы вспомним Евгения Онегина Пушкинского, то какой там сюжет? Там приезжает Евгений Онегин в деревню, встречает там двух сестер, Ольгу и Татьяну. Интересуется одной, интересуется другой. А в целом никем не интересуется. Но в этом разве что единственное различие. Переписка есть, влюбленность есть, односторонняя, потом двусторонняя, неразделенная. И опекунша есть у них, матушка. То есть получается, что оба этих сюжета у Пушкина взяты. То есть Гончаров, обвиняя Тургенева в этом, мог бы вспомнить, что у Пушкина было нечто похожее. Но он про это не вспоминал. И вполне возможно, если бы ему сказать, Иван Александрович, вы знаете, увы же, у Пушкина сюжетец позаимствовали, он бы сказал, нет, ну что вы, там столько различий, там Онегин не влюблялся, а тут вот влюблялся, а тут вот это, а там вот это. Но, к слову сказать, и Пушкин и сам придумал этот сюжет. На период, когда Пушкин действовал, очень много было адаптаций, очень много было переводов изурбежных авторов. Тогда был очень романтизм. И романтиков немецких, английских, очень много переводили, французских на русский язык. И не переводили, да, под кальку, но адаптировали эти ситуации, которые там рассказывались. И вот ситуация, которая описана у Пушкина, она переводная из французского писателя. Там тоже молодой человек приезжает, встречает девушку. И начинается оно, кстати, письмом вот этого молодого человека к девушке, его возлюбленной. То, что мы потом видим, письмо Онегина к Татьяне, что я там должен быть с утра уверен, что вечером снова вас увижу я, как там было у него. То есть, смотрите, получается, что есть идея, за которую сражаются два писателя, забывая при этом, что эта идея заимствована у третьего писателя. А третий писатель, в свою очередь, заимствовал ее еще выше. Я немножечко по-другому построю сейчас свой рассказ. Не так, как у меня в презентации, а вот так. Перед вами Орхе Луис Борхес, который сказал, что всего сюжетов в мировой литературе ровно четыре. Сюжет о посаде крепости. Это Илиада Гомера. Как основа, к которому все восходит. Сюжет о возвращении домой. Это Одиссея. Сюжет о поиске артефакта. Это то, что аргонавты плавали за золотым руном. И сюжет о самоубийстве Бога. Это христианская Библия. И вот эти четыре сюжета лежат в основе абсолютно любой вировой литературы. И если начать там разбирать, к примеру, сказку «Золушка» и отбрасывать там всякое наносное, то нужно увидеть, что «Золушка» штурмует этот королевский замок. Она туда едет с целью покорить принца, выступить, списать на этом балу. Принц после едет в поисках артефакта найти вторую туфельку, принадлежащую этой «Золушке». Ну, словом, любую, совершенно любую историю можно разложить до вот этого простого основного сюжета. И больше говорит Борхес. В литературе невозможно придумать ничего нового. И дальше начинается вот это одного текста, другой текст. Пересказ. Так, что у меня тут со связью я проверю? Нет, все нормально, послышалось. Пересказ одного в другое. Мы с вами можем вспомнить, ну, уже из реалий более нам современных в 20 веке, как Алексей Толстой переводит сказку про Пиноккио на русский язык, и получается у нас сказка про Буратино. Там сохраняется итальянская деревня, сохраняется итальянский антураж, но мы считаем, что это две абсолютно разные сказки. Про Пиноккио, там не акценты, акценты про Буратино, совершенно другие акценты. Мы можем с вами вспомнить волшебника из грудного города, переведенного волком, волком вы, с английского языка, из Фрэнка Баума, волшебника страны Оз. Это тоже, казалось бы, одна и та же сказка, но в то же время две абсолютно разные сказки. Мы можем вспомнить Бориса Захадера, который Винни-Пуха перевел с английского языка, и потом этого нашего Винни-Пуха Захадера переводят обратно на английский язык, потому что это стало совершенно другой книгой, отличающейся от оригинала, который написал Александр Милл. Поэтому, когда мы говорим о плагиате, мы должны понимать, что такое плагиат. Плагиат – это когда писатель берет идею и, ничего в ней не меняя, выдает ее за свою. Тогда это плагиат. Когда мы, например, видим кавказского пленника, написанного Пушкина, поэма «Кавказский пленник», и берем кавказского пленника Лермонтова, который половину пушкинского просто взял, переписал, а дальше он разработал тему в совершенно другом ключе. Каким образом? Если у Пушкина говорится, что противостояние такой активной воинственной России, которая прогрессивная, она идет вперед, она там завоевывает, там что-то стремится к новым вершинам, и Кавказ с патриархальным укладом. И у Пушкина Россия поглотит Кавказ. С его вот этим укладом одно победит другое. У Лермонтова наоборот. Он берет основу Пушкина и разрабатывает ее в другом ключе, что тут патриархальность победит вот эту экспансию. И есть еще, я забыла, как зовут автора, он взял пушкинского кавказского пленника, перенес дело, по-моему, в Шотлайн, дал другие имена героям, а все остальное сделал абсолютно то же самое. То есть там сюжет тот же самый, вывод тот же самый. Вот это плагиат. А у Пушкина и у Лермонтова это называется интертекст, как берется идея и разрабатывается в другом ключе. Собственно, все, что происходит сейчас в мировой литературе, если мы берем на веру слова Борхеса, что есть у нас четыре только сюжета, то все, что сейчас происходит в литературе и давно уже происходит, является интертекстом, является взятием одного сюжета, переработка его в другой сюжет. Мы можем вспомнить вообще литературу начала 20 века, конца 18-го, начала 20 века. Жуковского, который был при Течи Пушкина, он занимался переводами из романтиков и занимался адаптацией сюжетов западных романтиков к русским реалиям. Переводил баллады, например, балладу Людмилы. Он брал то, что происходило в немецких реалиях, переносил на русскую почву, чтобы нам было понятно, что речь идет о чем-то нам родном. Вот это был... Вот тут я прям даже затрудняюсь. Ну, скорее такая адаптация, как и у Захадера, как и у Толстова, Людмилы, Светланы. Вот эти баллады, взятые как идеи из зарубежных источников, перенесенные на нашу почву, вот именно на этом строилась литература того времени. Вообще, давайте посмотрим, как развивалось авторское право, потому что авторское право в России, да и в мире, оно довольно молодое. Раньше не было такого, что вот писатель пишет текст, скажем, тот же самый Гомер, да, Гомер даже и не писал, он был слепой, он, скорее всего, и неграмотный был. Вот это, кстати, очень интересный момент. Почему считается, что Гомер был неграмотен? Потому что исследователи доказали, что только человек, у которого нет в голове структуры построения текста на письме, он не ограничен этими рамками, поэтому он может совершенно свободно, не опираясь ни на какое там письменное видение текста, сочинять и сочинять, и менять, и варьировать вот это вот все в голове и петь, ну, как бы из головы, а не с воображаемого листа. Считается, что как это называется, импровизировать могут хорошо только те поэты, ну, в данном случае, про Гомера, импровизировать Гомер мог только потому, что он был неграмотен, не знал грамоти. Гениально импровизировать, имеется в виду, импровизировать это импровизация, импровизация рознь. Но мы отвлеклись. Так вот, в те времена передавали из уст в уста, что там это Гомер пел, а кто это сочинял? Да может, это и не Гомер сочинял, скорее всего, он. В общем, там споры по поводу того, кто был автором. И эти споры продолжались очень долго. Какие у нас есть вообще письменные источники до 17-18 века? Это в основном те тексты, которые переписывались в монастырях. Крайне редко мы можем обнаружить авторство каких-то записей, что это там писал такой-то монах, это там составил такой-то игумен и так далее. Это не было принято так. Уже в 18 веке, точнее только в 18 веке, 17-18 век появляется, могут появляться какие-то приписки, что этот написал, тот, этот написал, этот. Почему за авторское право не боролись? Но авторское право, это же не только право на идею, я написал со словом мне. Это же еще какие-то доходы должны быть от этого. То, что я написал, я имею право исключительно на эту идею, на эти слова, на этот текст, поэтому я имею исключительное право этим текстом распоряжаться и продавать. Когда стали возникать вот такие правовые отношения, что там текст может кому-то принадлежать и кто-то может на этом тексте зарабатывать, распространяя его, то такие права стали предоставляться издательствам, типографиям, тем, которые эти книги издавали. Автор что-то от этого получал, какие-то отчисления, ну, очень незначительные. Вот, в пример, приводится там что-то в отношениях одного из авторов с издательством он получал всего лишь одну двенадцатую от продаж его книги. И у государства была монополия на такие издательства, то есть большую часть, подавляющую большую часть от доходов с продажи получало государство. Что-то получало типография, которая тоже была государственной, и какую-то незначительную часть получал автор. Типографии потихонечку становились, переходили в частные владения, то есть, если они были до того в восемнадцатом веке исключительно государственные, исключительно муниципальные предприятия, то теперь они были немцы, у нас немцы вот это дело продвигали, они просили высочайшего позволения открывать частную типографию и заниматься частным издательством. И вот потихонечку такие разрешения давали. У нас был создан прецедент, когда такое разрешение было впервые выдано, потом второе, но не сразу, а спустя несколько лет, причем с условием, что русские книги не должны были там печататься, только зарубежные, только то, что выходит за рубежом на, соответственно, иностранных языках, вот только такие книги сначала могли быть печатаны, потом потихонечку, потихонечку права передавались на печатание и русских книг. Поэтому, кстати, часто русские писатели прибегали к печати за границей, это так называемый там издат. Но, во-первых, очень жесткая была цензура, для того, чтобы книга была в России напечатана, она должна была пройти через цензуру. А цензурный комитет очень строго смотрел, чтобы в книге не было никаких крабольных мыслей. И вот когда цензурный комитет давал разрешение, только тогда книга могла быть напечатана. То есть не только ты написал книгу, но ты рисковал ее не выпустить и не получить с нее ничего. Поэтому часто такая практика была, особенно в XIX веке, когда третье отделение, созданное при Николае I, тщательно следило за всеми этими делами, наши писатели издавали книги за рубежом. Так называемый там издат. И, кстати, тот самый Тургенев, про который мы с вами сегодня говорили, он же в преддверии отмены крепостного права, да и после него писал критические эссе на эту тему. Когда крепостное право было фактически, точнее, юридически отменено, фактически оно оставалось, он за рубежом в Париже издал, правда, под именем мужа Полины Виардо, Луи Виардо его звали, под его именем он издал критическую статью на французском языке, естественно, про то, что это такое творится в России безобразие. А в России, естественно, издать такого было нельзя. Но и получал за это гонорар, естественно, по тем временам. Начало XIX века Грех Михаил Спиранский подготовил проект манифеста о привилегиях на разные изобретения и открытие в ремеслах о художествах. Это было прямо преддверие такое начало существования практики авторского права. До туго не существовало. Причем авторское право не только на тексте, но и на изобретение. И вот это нововведение графа Спиранского, оно касалось в первую очередь именно изобретение. Оно описывало правовые отношения, которые возникали при вот этих случаях, когда человек что-то придумал, написал документ, как это все работает, пошел в лицензионный комитет или как он тогда назывался, и закреплял право этим делом заниматься, что это изобретение его и что тот, кто хочет таким образом тоже действовать, должен какую-то часть заплатить, получить хотя бы разрешение у владельца патента на это изобретение. Потихонечку начинает развиваться эта тема. В 27-м году выходит положение вознаграждения сочинителям и переводчикам драматических пьес и опер, когда они будут приняты для представления на императорских театрах. То есть в первую очередь касалось даже не всех текстов, которые выходили, а текстов, которые принимались для постановки в театр. Мы помним с вами, что в начале 19-го века, я уже не раз рассказывала, Карамзин был первым человеком, который сказал, я буду заниматься исключительно литературным трудом и я буду с этого существовать, не занимаясь службой в должности в государственной, без этого источника дохода. И вы понимаете, что при отсутствии авторского права на свои сочинения ему крайне сложно было бы существовать в таких условиях, поэтому его доходы складывались в основном из издательского дела. Он издавал журналы, они существовали за счет вот этой подписки, а при том, что грамотного населения в стране было очень немного, надо было что-то придумывать, выкручиваться, и Карамзин, кстати, тогда придумал, ему первым пришло в голову, что у нас же есть, вообще говоря, кроме лиц мужеского пола в России, у нас же есть еще и женщины, почему же мы их не рассматриваем как целевую аудиторию наших журналов. Давайте мы на них тоже будем издавать и таким образом увеличим нашу читательскую аудиторию. И вот этот стартап ему удался, он первый стал издавать журналы для женщин. Но опять же это касалось доходов именно с издательства, с распространения, а с авторского права доходы были небольшие. Пушкин, который тоже ратовал за то, чтобы литератор мог существовать именно с результатов своего труда, активно эту тему продвигал, но при нем было принято, что будут авторские права на произведение, что можно будет с этого зарабатывать. Более того, было принято, что в 30-м году в законодательстве прямо признавались права собственности автора на его произведение, а срок действия прав продлевался до 35 лет со дня смерти писателя. То есть наследники могли получать вознаграждение за распространение трудов своего погибшего родителя. Был случай, когда Наталья Николаевна, бывшая Гончарова, потом она еще вышла замуж, пришла к императору и говорит, вот у меня мой муж покойный Пушкин умер, срок действия прав на его произведение истек. А у меня два сына служат, а у меня дочь еще не замужем, нельзя ли как-нибудь продлить? И вот тогда было дополнительно принято, сначала в индивидуальном порядке, а потом это и в практику вошло, что до 50 лет продлевалось право собственности, точнее, продлевался срок действия прав для наследников на произведение его умершего родителя. Вот так развивалось потихонечку авторское право в России. Сейчас, конечно, сейчас это все гораздо более упростилось, потому что стало возможным доказать авторство на идею. Если тогда с идеями было сложно, то есть ты написал, ты издал и, пожалуйста, продавай, зарабатывай. И поэтому вот у Гончарова и Тургенева было это столкновение. Нельзя же доказать, что идея была исключительно твоя, что вот это вот как ты докажешь? Заметки пока что-то, но это очень неубедительно было, но на тот момент практики такой не было. Поэтому любой человек мог подслушивать любого человека и сдать книжку и зарабатывать с этого денег. Ты им ничего не сделаешь. И вот эти заработки, как бы незаконные, бессовестные заработки с твоей точки зрения, они недоказуемо бессовестные. Ты дает человек, ну, молодец, исхитрился, вовремя успел. Но там, что совестью, это уже дело десятое. Вот, поэтому они так столкнулись. И то, что такая была громкая ссора, она показала, насколько были обострены отношения вообще в мире литературном на то время. И как реагировали ближайшие люди на вот эти отношения, что они следили за этим. Это был повод там посудачить друг от друга. Там один другого толкал, а ты слыхал, что у них там нового в этом их холиваре. Пойдем, коменты почитаем, как они там это самое ссорятся. И не буду грубого слова говорить. Интересный момент, когда там же были не только права на то, что выходило в России, но разрабатывается международная конвенция о правах собственности на литературные произведения, которые выходят за рубежом. То есть вот у Гончарова переводят его Обломова на французский язык, а там издают. Но до конца проработан это не было, поэтому Гончаров очень был возмущен, когда он получает издание этого французского Обломова, а он дал разрешение на публикацию его туда. Приходит ему это издание, и он с удивлением читает, что переведена на французский язык исключительно первая часть, потому что она французам показалась наиболее интересной. Все остальные повествования они, ну так, кратко пересказали вопрос про Штольца, про Ольгу, про эти отношения. Это было не очень французам интересно, была интересна только первая часть. И он ничего не мог с этим сделать. То есть его влияние на дачу разрешения на перевод ограничивалось, там не было прописано в каком виде переводы, сколько он за это мог бы заработать, постраничной, не постраничной. В общем, такая была тоже не очень хорошая ситуация. Что касается щедрости писателей в плане авторского права, опять же вспомним Пушкина, который сегодня уже там извертелся, бедненький, в месте своего захоронения. Ну, вспомним его с хорошей стороны. Не только же нам припоминать, как он заимствовал, а он и щедро дарил. Скажем, два сюжета, принесшие Гоголю огромную славу, это комедия «Ревизор» и поэма «Мертвые души». Если оба сюжета подсказал ему Пушкин, причем совершенно щедро. Он ему сказал, Николай Васильевич, я вот там, знаете, идея какая, едет чиновник по городам, притворяется, точнее, едет какая-то мелкая сушка по городам и притворяется чиновником крупным, а все там перед ним расстилаются. Гоголь эту идею, а вы не против, Александр Сергеевич, если я с этого напишу? Он говорит, да богу ради, сделать одолжение. И выходит комедия «Ревизор». И примерно так же дело обстоялось с «Мертвыми душами». Причем там Пушкин даже сказал, слушайте, у меня есть тема, я не успеваю ее разработать, а у вас, я знаю, получится прекрасно. Возьмите, напишите, как чиновники едут «Мертвые души» покупать. Причем это было даже не индивидуальная пушкинская идея, а он сумел это выхватить из потока новостей в газете где-то или в журнале издаваемом в то время, промелькнуло где-то то, что его зацепило, как чиновник сделал такой стартап, реально был стартап. Он покупал «Мертвые души» и с тем, чтобы там как-то вот на этом обогатиться. Там, в курсе про Гоголь я про это рассказывала, там была такая сложная финансовая схема, когда можно было взять землю в Херсонской губернии, выдавалась земля, просто бери, только надо было доказать, что у тебя есть кого в эту землю привезти, что у тебя есть крестьяне. И вот эти люди, они суетились, закупали эти мертвые души, которые числились по ревизским сказкам живыми, а на самом деле они уже были мертвыми и помещикам надо было подать и за них платить как за живых. Это было невыгодно. И они сообразили, что можно же на этом заработать, купить за бесценок, как бы на вывод в эту Херсонскую губернию, как бы туда перевезти и тогда тебе давали землю и ты эту землю уже мог бы продать, и ты уже и с этого заработать. То есть ты бесплатно получал, там за какие-то копейки покупал эти души, продавал и обогащался. Вот такой план был у Чичикова. Пушкин этот сюжет из потока новостей выхватил и подумал, хорошо бы на эту тему написать какую-нибудь замечательную книгу. Но я не успеваю, у меня тут столько всяких идей в голове, дай-ка я ее Гоголю отдам. И отдал Гоголю, и Гоголь написал. Вот это пример такой щедрости, потому что человек знал, что он не пропадет без этой идеи. Это не то, что надо прям схватить и сидеть на этом все, как царь Кащей над золотом. Нет. Полно всего, что приходит в голову, только успевай сам обрабатывай или делегируй, что Пушкин и сделал. Так, все ли я вам рассказала, что хотела? Да, вот что я еще хотела рассказать. Сейчас мы в курсе по Библии. Смотрим, как много сюжетов в мировой литературе взято из этой одной книги. И если уж говорить про плагиат или про интертекст или про заимствование, то, пожалуйста, вот источник, который мог бы там сейчас нам всем предъявить, точнее не нам всем, а всем писателям, которые пишут, предъявить и сказать, так, на минуточку, это было написано еще 2000 лет назад. Вот, пожалуйста, четыре письменных источника. И, кстати, про эти четыре письменных источника мы знаем, что в Евангелии есть четыре отдельные части. Евангелие по Матфею, Евангелие по Марку, Евангелие по Луке, Евангелие по Иоанну. И ведь они описывают одну и ту же историю разными словами, а кое-где даже одинаковыми словами. И никто не сказал, слушайте, это, между прочим, плагиат, это вот уже было написано. Нет, эту ситуацию берут в целом и рассматривают с четырех сторон, как вот от четырех свидетелей, показывающих разные стороны происходящих явлений. Не о каком плагиате идёт. Хотя два этих Евангелия создавались примерно в одно и то же время, а ещё два создавались гораздо позже. Одно через 20 лет, другое через 30 лет. И можно было бы вполне сказать, что, ребят, но это уже было написано. Зачем про это писать ещё раз? Это же плагиат. Ну, в то время это так и не рассматривался, слава Богу. У нас благодаря этому есть гораздо более полная картина происходивших событий. Так и сегодня, когда писатель берёт идею, которая много раз уже описывалась, ну, скажем, приезжает молодой человек в деревню, знакомится с двумя сёстрами, но показывает её со своей стороны, со своими акцентами, со стороны, с точки зрения своих ценностей, с точки зрения того, что важно именно ему показать, именно в это время. есть же у нас, опять вот я забыла, как автора зовут, я посмотрю, ну, просто имени на слуху, поэтому сразу не вспоминается. Автор, который взял Дон Кихот и Сервантеса и слово в слово переписал в 20 веке, но это получилась совершенно другая книга, потому что написанная в то время, когда писал её Сервантес, она звучала по одному и воспринималась логично для того времени. Написанная в 20 веке, она воспринималась совершенно по-другому, как совершенно другая книга, и человек там борется с другими вещами, и мы ближе к сердцу это всё воспринимаем. Я посмотрю, как называется, обязательно напишу. Вот, на этом у меня всё, что я сегодня хотела рассказать вам о плагиате. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду очень рада на них ответить, я вопросы всячески люблю и в тему углубляться тоже люблю. Вот, я сейчас останавливаю тогда запись, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, а если нет...